а сегодняшнее видео без моих комментариев потому что как по мне то эта ситуация в комментариях вообще не нуждается поэтому посмотрите внимательно и напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и обязательно сходите к автору скажите огромное спасибо за видео и за активную жизненную позицию ссылка в описании я просто в шоке от вас мы вам доедали жетоны мы вам дали купили машины заправляем вас зарплату вам плоти мы вам все делаем что мне еще сделать скажите мне брат я каждый месяц даю декларацию о доходах я плачу зарплату андрею упал бы платим налоги скажите для чего я их плачу 19 ноября 2019 года нам на телефон позвонил читатель и сообщил о том что в поле возле населенного пункта новая долина ведутся по их мнению незаконные работы по извлечению стальных водопроводных труб высокого давления из земли с целью их сбыта на приемные пункты металлолома прибыв на место мы застали группу людей возле которых находились две загруженные 40-футовые фуры автокран краз и несколько легковых автомобилей добрый день а вы собственник этой машины нет конечно а что вы это даруете с ней ну если вы не собственник зачем я просто водить а то есть вы водитель этой машины вы работаете у кого ну как то хозяин просто мы журналистами от роман ваш лиза просто мне интересно здесь происходит выкапывание металлических труб кто владелец кто-то у нас наняли перевести ну кто ну скажите можно а кто нанял кто нанял не скажете я не знаю вы собираетесь уезжать ничего не заплачут тонны не надо уезжать мы не пустим но мы уже тут поставили машину мы предупредили что мы его поддержим еще одна фура там стояла уехали и за ним крас такой кран тоже поехал ну мы зафиксали номера все на видео есть есть диспетчерская служба лэрди транс диспетчер позвонил сказал ехать на загрузку я приехал а выкапывал трубы без понятия вот номер саша ну так а это кто ну это я так понял хозяин груза хозяин груза 19 ноября 2019 года мы находимся возле села новая долина нам позвонил на читатель и сообщил о том что неизвестные лица ну под покрывом ночи выкапывают трубы большого диаметра они где-то длиной около 6 метров и диаметра где-то 60 сантиметров старые трубы которые используются на полях решения и складывают их фуры и вывозят неизвестное направление мы приехали на место все обнаружили люди пытались тут с нами о чем-то договориться мы на договор не пошли вызвали полицию сейчас полиция написали заявление полиция опрашивает людей автомобиль завтра до выяснения обстоятельств задерживается для того чтобы выяснить кто хозяин груза и на основании чего копается и увозится в неизвестное направление а и 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 пажа болиции вы должны меня чтобы меня посадили в тюрьму за это Вы этого ждёте чтобы я это делал я просто в шоке от вас мы вам дали жетоны мы купили машины заправляем вас зарплату вам платим мы вам всё делаем что мне ещё сделать скажите мне пожалуйста я каждый месяц даю декларацию о доходах я плачу зарплату Андрею мы платим налоги Скажите, для чего я их плачу? Налоги. Для чего? Увольте все, уйдите с этой работы. Зачем оно вам надо? Если вы не хотите работать, звонят полицейские, тот позвонил, сказал, это завтра принесут документы. Вы все продаете. Когда мы эту страну остановим, мы сидим, я в шоке. Я просто в шоке. Я говорю вам честно, завтра я еду в областное управление и говорю, вы все должны быть арестованы. Не идти люди, а вы все. Это пиздец полный. Просто, я не знаю. Только что, почему? Снимите эту машину экипажа. Отпускайте всех. Спасибо вам, что мы вам платим зарплату, а вы все сдаете. Вот мы сейчас снимем всех на камеру. Спасибо, что журналисты за свои деньги. За свои деньги. Нет, вы. Я вам платю зарплату. Так, задержите эту машину. Немедленно. Опечатываешь, сделай следственные действия. До утра. Следственные действия проведите. Утром приедут люди с документами, пусть докажут, что это их не отрубит. Все. Заставлять всех нужно постоянно. Это какой-то капец. Это не страна. Здесь все продается. Все. Какие-то мелкие жулики. Вообще. Мелкие жулики. Руководят всем. Вы понимаете, что вас за лохов считает, ваше начальство, если оно вам такое указывает, а вы выполняете. Вы часть этой системы. Я тоже часть этой системы. Знаете почему? Я работаю в такой же государственной службе, как и вы. С вас, я с вами. Я точно так же с этим борюсь каждый день. А что это такое было? Ну дайте свою честь какую-то, блядь. Я в атом воевал. Нахуй я воевал там, скажите. Зачем? Вы можете подождать. Что вы кому-то звонили, перезванивали. Делайте свои дела. Вы делайте свою работу. Куча преступлений происходит. Два экипажа на район работают. Как вы работаете? Вы сидите здесь, не делаете работу, и там не делаете работу. Два экипажа в районе. Не ходите работать, честно. А потом вы говорите, у нас преступники. Да потому что вы сидите в машине. Сделайте все по закону, и все. И откреститесь от этого. Потом мы говорим, виноват президент, виноват премьер-министр. Нет. Виноваты вот такие мелкие чиновники, которые не хотят ничего делать. Которым звонят, и они их всех отпускают. Только что Абидеопольская полиция продемонстрировала так, как нельзя работать. Они сделали все для того, чтобы те люди, которые реально здесь копали эти трубы, уехали с этого места происшествия. Я лично, преследователь, называл, что этот человек мною застан был на месте правонарушения. И этот человек лично руководил всеми этими работами. И никто из полицейских не пошевелил пальцем, чтобы его даже задержать. Понимаете? Установить хотя бы личность его. Кто этот человек? Мы даже не знаем, кто он был. Он уехал. И наплевал на всех. Я не знаю, зачем мы даем этой аваковской армии пистолеты, покупаем им машины, заправляем их. Зачем? Арсен Борисович, ответьте мне, пожалуйста. Зачем мы вас содержим? Зачем вы нам нужны? Давайте мы эти деньги, которые мы на вас выделяем, раздадим людям. Мы купим пистолеты, мы сами наведем порядок. Вы понимаете? Это невозможно уже становится. Вы ни на что не обращаете ваше внимание ваши подчиненные. Ни на что. Они ни к чему не обращают внимание. Просто ганебно. Я считаю, что после сегодняшнего случая начальник видеопольской полиции Чукань должен написать рапорт об увольнении. Начальник следствия Куралов должен написать рапорт об увольнении. Если этого не будет, нет смысла вообще работать. Расходитесь. Вы не наводите порядки. Вам все равно. Это позор всей полицейской системе страны. Получается, пока общественность не надавит, ни один полицейский с места не двинется. Зачем мы вас задержим? Только потому, что мы начали давить. Сейчас какие-то действия производятся для того, чтобы арестовать автомобиль правонарушителя и опечатать его. Потому что сейчас они были готовы его отпустить, и вещдоки ушли бы, и все, и дело бы опять выбросили. Я не знаю, как с этим бороться и что с этим делать. Это просто... Не знаю. Слов нет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...